Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Doom 3. После предыдущей серии между этой я сделал довольно серьезный перерыв, потому что мне нужно было отдохнуть. Вот сюда вот эта комната у нас заманил непонятный голос, который сказал, где сюда, здесь круто, здесь все хорошо, на деле здесь было просто страшное мясо и мы с трудом выжили, чудом. Но в итоге получили плазмоган, это новая пушка, которая у меня в руках, надо сказать, она довольно-таки неплохая. Алло, вы что там, совсем что ли берега потеряли? Да, долбаные гранаты. Так, нужно разобраться на какой кнопке плазмоган, на семерочке, понятно. Лежать. Так, и все, оттуда мы пришли, вон туда мы, как всегда, по всему пойдем. Эм, ладно. Короче говоря, мы все так же двигаемся к команде Браво, и есть подозрение, что мы будем идти туда большую часть игры. Так, это я, конечно, по-дикому разбазариваю, такое ценное оружие на таких смешных врагов, но, я думаю, пойдет нормально. Иногда можно, потому что мы ее только получили, охота им насладиться этой новой пушкой. Вот где я мог пропустить эту штуку, ну, это же просто капец. Я не находил ни одного пидеи уже, фигеть, как долго. Ну, хорошо, может, сейчас найдем. Где-то надо мной кто-то ползет. А вот он, внизу, подо мной. Ой! Твою мать! А как так-то, ну? А-а-а! У-у-у-у! У-у-у! Валите, уроды! Понятно, хоры разбазаривают. Да, это именно человечья голова. Отлично. Дверь откроешь сам? Он тупенький. Или вообще погиб? Понятно. Он, оказывается, умер. Хорошо. В принципе, пушка неплохая. Ну, вот наша рабочая лошадка. Она нас выручает практически всегда и везде. Пока что самое универсальное оружие в игре. Потому что патронов много. Патроны мощные. Скоростреленность тоже, дай боже. Так что все нормально. Так, ну и что? Когда и куда мы уже придем? Так, что-то я опять сегодня... Сохраняюсь. Да, блин. Ужас, я задолбал еще слово. Да, успели пострелять. Что-то у нас чешется. Только не говорите, пожалуйста, к чему это. Потому что я не пью. Так, слишком много бочек, нет? О, опять чем-то вмазался наш герой. Прямо вспоминается первый эфир, когда мы делали прохождение. И увидев каждый шприц, кричали, о-о-о, ширева. Так, есть ощущение, что сюда нам не совсем нужно. Собственно... Собственно, очень похоже на то. О-о-о. Так, это... Это наши парни. Правительственный инспектор и его телохранитель. И могу сказать, что меня совсем не радует это помещение. Это просто какой-то капец. О-о-о. Твою мать. Вы чувствуете, да, к чему это ведет? Так, похоже, мне сюда и нужно. Давайте посмотрим тогда, что у нас с той стороны, где там много бочек было. Может, мы там найдем что-то эдакое. Вот тут вот. Там, я не знаю, PDA. Или это бочка? Так вот. Ну, как-то вот так. Хорошо. Ну, в общем, это нам ничего особо не дает. Смотри, живой еще. Ну, допустим, только патроны потратил. За зря практически. Короче говоря, не особо мне хочется туда идти, но придется. Но вы видели, что там было. Это же вообще просто, ну, ненормально. Ладно, я помолчу. Приятно, такой пулемет. Все такое рифленое. Не, я помню. Очень нравилось вообще, как выглядит оружие в этой игре на момент выхода. Я, правда, немного-то видел. Ну, вот пистолет, допустим, вот такой. Прям такой, с рукояткой деревянной. По нынешним меркам, конечно, все это выглядит крайне алиповато. Но, все равно. Так, еще раз сохранились. Зачем-то, я не знаю. Скотина, успел цепануть, а? Ну, ты посмотри на этих засранцев. О-о-о-о. Уж не команда Браво, или это? Их порешетили или порвали? Нет, их порвали. Ой, зачем я сюда прошел? Надо было туда сначала посмотреть. Офигеть, а нашему герою все... О-о-о, это же Квилак. Прям натуральный Квилак. Так, понятно, где-то мелкую трель на полу желательно зарвать этого. Я не пойму, что с этими мелкими говенами. Говенами. Да, блин. Ага. Так, ладно. Она тут харчила у кого-то. И кидала с меня. Я думаю, это монстры какие-то это... Понятно. Куски мяса с торчащими из него костями. Мало ли, вдруг они живые. Избавимых. От мучений. Представьте, в них развиваются паучки такие. О-о-о, пакость. Так, ладно. Это был, похоже, босс. Но мы с ним справились. Какая неприятная тварь. Насколько она шлюз... Икс, икс, икс. Что-то он там в левом углу. Нижнем. Хорошо. Фу. Это было очень неприятно. Да ладно. Но, надо сказать, это место мне совсем не нравится. Завод N-PRO является основным источником энергии для башни связи. И резервным источником энергии для всего комплекса. Понятно. О-о-о, ребята. Здесь, говорит, ничего нет. Ага. О-о-о, жесть. Я надеюсь, это не команда Браво, потому что... Отлично. Одна случайная очередь. Просто... Испортивая всю станцию. Супер! Замечательно. С этим я вас и поздравляю. Так, у нас система охлаждения. Проблема. Марин. Марин. Браво. Тима сдастся. Типа операционного статуса не знаменит. Мы берем милитарный транзмиссионный кард. Это важно, чтобы вы получили эту кард, потому что он содержит инкодированные даты, которые нужны, чтобы отправить сигналы на флете. Тима сдастся. Тима сдастся. Тима сдастся. Тима сдастся. Понятно. Сдастся. Отлично. Супер! Че? Всю жизнь мечтал. Тима сдастся. Назад пути нет. Ну здравствуй. Подожди, пожалуйста. Ох. Он, кстати, звучит как R2-D2 Я назову тебя R2-D2 Так, я думаю, он разберется с ними Хотя может и сломаться Давай, R2 Так, нужно эвакуироваться отсюда Ну, на самом деле Давай, дохни уже Ой, что-то совсем все плохо стало Давай, робот Так, я подобрал какой-то PDA Сейчас совсем не до него, я вам скажу Да, блин, не трогай его Давай, двигай Да что ж такое, ну Блин, да они так постоянно будут лезть, похоже Робот, ты где? А, вот и Уф, так Мне нужно как-то что-то сделать, чтобы пройти под этим плавенем Я не знаю Подожди, R2 Мне нужно найти кнопку выключения Ладно, хоть эти вроде успокоились Вот сейчас игра напоминает чужих вторых То есть просто чужие, которые фильм называется Помните, там тоже запулили Очередью в реактор И пошла процедура Уничтожения комплекса Да взрывайся ты уже, ну Твою мать Стой, подожди Ого Вот это да Так, ну ладно Ой, как шумно, это капец просто Выше орёт натурально Робот, робот, держись Хорошо Кого-то там ещё лупишься Да ещё, брут, смотри Там ещё кто-то есть Фу Таблят Таблят Офигеть Кого-то там Р2 Ты где? Он что, сломаться что-ли? Да не может быть Ты где? Блин Так, ладно Сохранимся Сейчас похоже будет Очень одиноко Как же здесь Печально всё Он почти дошёл уже, да? Хорошо, так С этой стороны что? Тут дети плачут Супер Жесть Надо выбираться отсюда Так, лифт нас повезёт Я чувствую, когда нужно А мы пойдём по лестнице Ой, я уж прям напрягся здесь Бывают в игре такие моменты Когда просто не дышишь Ох, так Хорошо Мы не на лифте поехали А, эта дверь закрылась Ты посмотри, как всё плохо Ой, капец Помоги мне Офигеть Офигеть Вторая-то глава Откуда? Ого Ну, это просто Это просто ненормально Так, хорошо Так, у нас два PDA, кстати Здесь Один мы нашли Когда только начали гулять С этим Роботом Этот Пол Рад Почитаем его Почту Новая порно с клонами Обновляется ежедневно Разве это не новая табу? Приходи и посмотри на то, о чём все говорят Суперсексуальные и абсолютно одинаковые клоны в действии Всего 15 кредитов в месяц Так, праздник мороженого Всему персоналу Напоминаем, что завтра наш праздник мороженого в кухне Марсити Будут обычные виды манильного, шоколадного, клубничного и чернильного мороженого И несколько сюрпризов Очень надеюсь, что вы придёте на этот праздник Понятно Ну, я в том смысле, что... Ну, давайте, ребята В прошлом месяце на наш праздник пиццы собралось только 7 человек Если у вас есть идеи получше, присылайте их нам Понятно Так Ллойд Ренстром Тереза Это, похоже, Тереза была Пожалуйста, выдели на днях немного времени И составь аудиоотчёт о своих находках в области хранения плазмы Совет директоров с нетерпением ждёт сообщения о твоих достижениях Как ты знаешь, со всеми этими ЧП в последнее время были предприняты дополнительные меры безопасности Так что будь осторожна Пожалуйста, надежно запри своё экспериментальное оружие И укажи код доступа в своём отчёте Ты молодец Так Твоя работа Тереза, надеюсь, тебе нравится твой новый офис Думаю, тебе будет куда легче сосредоточиться на работе над плазмомётом Когда вокруг тебя не будут пускать слюни все эти доморощенные инженеры Жалкое зрелище, правда? Я буду появляться у вас время от времени Если ты вдруг захочешь поговорить или перекусить чего-нибудь Тебе уже, наверное, надоело слышать, но я и правда всю невозможность видеть тебя каждый день Больше, чем по куче денег Которые мне здесь платят А я, поверь, зарабатываю тут немало Весь твой лой Лой сам, похоже, яйца подкатывал к ней Так, лис ответила ему Вернее, написала кому-то, как он её достал Понимаю, о чём ты, пока я там работала Я тоже чувствовал себя единственной женщиной посреди свора мужиков, пускающих слюни Я скучаю по своей работе, но не по этому месту Думаю, мне повезло, что я выбрался оттуда И будь осторожна, я не доверяю кое-каким шишкам на самом верху Не могу дождаться, когда ты закончишь работу и вернёшься на землю Целую, лис Текст отправлен Так, а это я и писал до этого Лис, в этот раз лой просто превзошёл сам себя Он перевёл меня в кабинет прямо напротив того окопа в N-Pro Он что, всерьёз думает, что если запихает меня в самую дальнюю дыру на этой проклятой базе То начнёт мне нравиться? А знаешь, может он и прав Мне тяжело так быть, так долго быть в изоляции Я превращаюсь в настоящую болтушку Как только получается поговорить о живым человеком Ладно, мне пора браться за работу Пти Хорошо Так, прослушаем КПК на предмет Кода Хода Горожные тесты привозили ожидания 15% больше, даже, чем противопоказательных В результате техники, инженерных в Альфа-лабе молекулярном компакторе Все ей очень помогают В любом запросу В любом запросу Она запрует С кем-то Без перелом Нейипот 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 Севэн Ту Отлично Хорошо Получили плазмаган С учётом того, что он у нас уже есть Это не очень полезно, конечно Тем не менее Твою Короче, они разрабатывали плазмаган вот она лис может с ней произошло в результате получили трое более вместительный и на 50 процентов более мощный по моему плазмоган не самая лучшая пушка против них очень медленно идти еще что вроде все да отлично ставьте здесь работать и даже офигеть просто так хорошо это что ядро что-ли мне тут не нравится нужно взять более скоростное оружие когда-то думал поможет сейчас полезут конечно совсем другие враги вот в которых плазмоган бы отнюдь не помешал блин или капец просто масштабы этого всего поражает ядро разогрелось до двухсот градусов по цельсию капец показалось ну давай все еще кому могу добавить это что такое елки даже толпой паза вообще похожие события на ней произошедшие на халф-лайковский первый халф-лайф учитывая что мы недавно прошли лакмезу все просто удивительно так я ничего не пропустил наверняка же потом в комментариях напишет как ты мог ты не взял мой любимый кпк дизлайка отписываюсь как обычно так окей даже жизнь не потратил было очень просто сохраняемся 590 прав градусов по цельсию температура ядра так все уже вверх допустимого уровня нужно короче карту найти доступа как можно быстрее до того как все взорвется да я сбиваю своим оружием вашу карьбула добавим можно ли взорваться вот так что тут спокойно что-то не совсем уже некомфортно здесь сохраняем свой как громко как шумно здесь это просто обалдеть а это что такое было так 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 давай давай улазь твачь не знаю где там еще есть фух блядь давайте уже а вот и ты оооо ребята вроде все спокойно давайте на этом и завершим эту серию потому что по временем уже поджимает а в следующий двинемся дальше что то у меня есть такое ощущение что мы в принципе подбираемся к чему-то важному если не к концу игры то по крайней мере ключевой его точки. Надо сказать, эта серия была полна экшена и практически не такая уж и страшная, в отличие от предыдущих. Но, тем не менее, постреляли вдоволь и экшен мне понравился. Он был очень крутой. Жалко ли. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Симон»